Плохая примета убирать теплые вещи раньше июня. Такая шутка появилась в интернете в прошлом месяце. Июль побаловала вначале теплом, а затем тропическим ливнем. Да таким, что по улицам столицы вполне можно было передвигаться на лодке. В сети размещено видео, где вода закрывает колеса легковой машины. Многие улицы на несколько минут погрузились под воду. Самый популярный комментарий – Чебоксарская Венеция. Мы считаем, что сейчас система ливневой канализации работает удовлетворительно. Несмотря на выпавший дождь, через стандартное время, через полчаса, через 40 минут улицы уже были сухие. То есть ливневая канализация со своей задачей справляется. Для того, чтобы улицы были сухие в течение буквально 5 минут, для этого нужны диаметры водоотводящих труб неимоверные. Десятки метров. Такого быть невозможно. Максимум, что у нас есть, это полутора и трехметровые трубы от водящих. Обычно это 200-300 миллиметров трубы. Поэтому мы считаем, что сейчас даже в критических точках, да, более полчаса у нас не собиралось. Управление ЖКХ принимает прирост ливневой канализации протяженности. Калинина сразу более километра. Два километра сейчас у нас выполнена новая абсолютная организация по Ивана Яковлева. Ну и по всех реконструируемым участкам обязательно строится новая канализация. За сутки больше всего осадков пришлось на столицу. 15% от нормы. Причем грозы обещают и выходные. В других районах республики выпало в три раза меньше. По данным Чувашского гидрометеоцентра, жаркой погоды в июле не будет. На погоду на нашей территории будет оказывать северный антициклон. То есть осадков практически не будет. Все-таки же будет в основном солнечная погода. Но опять-таки температуры невысокие, так как заток холода будет с севера. И ночью мы ждем где-то 10-15 во все дни. А днем только вот так же 20-25. Вся жара у нас была апрель-май. До 9-го числа дождей не ожидается, а потом, конечно, будут. Практически всегда летом это ливневые грозовые дожди. Татьяна Молокова, Республика.